Всем привет! У нас сегодня замечательная такая погода. Иду за посылочкой. Посылку мне отправила девочка по обмену. Мы первый раз с ней сотрудничаем. Вчера. Ну, снова получаются какие-то безобразия. В общем, на квитанции вчера девочка оформляла самостоятельно. Я тоже всегда самостоятельно оформляю на новые почты квитанции. То получилось. Ой, как пахнет! Цветет и пахнет. Получилось 57 гривен. А сегодня приходит сообщение, уже 61 гривна на оплату. Сейчас буду узнавать, что там, как и почему. Как изменилось за ночь. Ой, как интересно. Тоже выпускает. Красота. На 5 гривен. За ночь изменилась оплата за доставку. Кисюня, греешься на солнышке, да? Хорошо тебе? Тепленько? Да? Хорошая киса, хорошая. Возле нашего дома такая кошечка трехцветная. Напоминает мне мою. Ой, только моя была более такая пушистая. Ну, она не дается в руки. Всегда убегает. А вон еще два товарища сидят. Даже три. Боягузка. Прыжка. Всем привет. С вами Светлана. Сегодня мое видео. Снова распаковка посылки. Посылка пришла ко мне по обмену. Это неожиданно, потому что я хотела купить растение. Обратилась к девочке. А она говорит, давайте меняться. Не первый раз мы меняемся. Ну, хорошо, давайте меняться. И пошло одно за одним. Сначала я предложила, она предложила. Потом еще она предложила, я предложила. И так там получилось по цене больше немножко у меня. Нам же нужен равноценный обмен. Оплату я не хочу с нее брать. Поэтому мы так вот договаривались, договаривались. И дошло вот до такой вот огромной посылки. Единственное, что она шла один день. Вчера была отправлена, сегодня я уже получила. Мы недалеко друг от друга живем. Но в течение ночи как-то или в течение суток эта доставка поменялась. 61 гривну я заплатила. Все там разобрались. Только неизвестно, почему и где тариф доставки был изменен. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы все было в целости и сохранности. И нас и радовали новые растения. То все мы переживем. У меня, конечно, на обмен уехала немного меньше посылка. Ну, у меня просто растения там чуть-чуть дороже. Ну, там такие сорта, которые просто дорого. Ну, я думаю, мы друг друга не обидели. Все хорошо. Судя по всему, тут написано вверх. Значит, значит, она неправильная. Надо ее перевернуть вот так. Вот тогда будет вверх. Так, открываю. Вот сколько мне приехало красоты. Так, это перчик. Это, наверное, тоже перчик. Назаказывала я там себе перчиков варегатных. Она обменяла папоротник. Что-то тут оторвалось чуть-чуть. Вот такой вот красавчик. Это все будем распечатывать. Стаканчики. Стаканчики еще. Сколько всего. Это перчик. Тот, который я хотела заказать. И с него все началось. Весь наш обмен. Все. Вот сколько богатства. Это варегатный перчик. Сейчас эти все стаканчики поснимаю. Я хотела один, но в итоге по переписке. В переписке мы решили, что дошли не до одного, а до нескольких штук. Надо аккуратненько очень. Это второй перчик. Так, это третий. Да, я смотрю, Олечка, вы мне навысылали сколько всего. Куда я их буду ставить? Теперь мне придется пол балкона освобождать для вот таких вот красивых перчиков. Я когда-то сеяла обычные перцы, комнатные. Потом перестала, перешла на цветочки. У меня много, как всегда, других появляется в коллекции. Много коллекций менялось. И я как-то за перчики не думала. Их, оказывается, сейчас столько появилось варегатных, что теперь можно и призадуматься. Разводить, собирать семена. Теперь можно. Так, это у нас бугенвилия. Такая вот. Так, и, наверное, тоже перчик. Да, это тоже перчик. Самый мой главный красавчик. Надо же его распечатать. Очень он мне понравился. Увидела, когда его объявление. Вот такой вот он. Ну, тут еще один. Вот такие вот два красавчика. Надо будет их высадить в стаканчики. А это у нас папоротник. Я уже вижу. Я у папоротники все свои заказывала именно у Оли. Вот, уже разных. Уже коллекцию себе даже создала. Очень они мне понравились. Вот. Я еще решила добавить. Вот такой вот красавчик. Вот он такой. Класс. Здесь кто-то у нас. Так, кто же у нас здесь? Я надеюсь, мои тоже пришли. Цветочки уже. И когда там Оля мне напишет. Ой, это кто-то. Это кто-то. Да, это ж какая-то разновидность пепперомии. Вот такую я хотела. Ну, если я не ошибаюсь, конечно. Здесь немножко подтекла водичка. Видать, было полито. Может, недавно. Сейчас же у нас тепло пошло. Я вот раз в неделю поливала свои цветы. А сейчас вот приходится поливать раз в три дня уже. А потом, как только начнется уже жара настоящая, буду поливать каждый день, проходить и поливать растения. Потому что тех, которые в больших горшках, они медленно пересыхают, чем те, которые в маленьких. Ой, кто же у нас тут такой? А-а-а, это дисхидия. это дисхидия вот такая вот варигатная и она в лечузе укоренялась вот такая вот красоточка спасибо большое вам Оля я конечно ждала что не придут эти растения ну мне очень прямо их приятно сейчас видеть и радоваться так а кто же у нас здесь ой кто же у нас здесь у нас здесь брейния снежная вот такое замечательное растение я рассмотрела о нем видео недавно на одном из каналов увидела у девочки очень большой куст мне она так понравилась и вот у Оли я тоже ее как раз заметила вовремя и она ко мне приехала еще кто-то а кто тут еще наверно папоротник мне так кажется по-моему там было три папоротника вот я не помню память уже совсем не то но что-то там должно быть с папоротника поможет я ошибаюсь точно точно папоротник вот такой а я не помню у меня есть такой похожий немножко или это не такой классный тоже классный вот сколько добра ко мне приехала сегодня сейчас я буду их все распечатывать дальше ну потом конечно покажу вам где что отсадить надо посадить может там я сейчас и посмотрю ну давайте один распечатаем просто хотя тут ничего сложного ну чтобы видно было каким образом многим интересно как запечатывается растение и каждый из нас немного по-разному это делает но вот я тоже уже давно высылаю растение и тоже пакую и мне до сих пор как бы есть уже большой опыт упаковки но мне до сих пор интересно вот как все пакуется здесь ничего сложного нету бумага сверху скотч это все убираем и вот видим читаем какое-то название подписан перчик мини вот такой вот я очень довольна мои любимые пепперомии смотрите какая красивая распаковала я ее она прям так разложилась классная просто черенок в лечузе олечка укореняет последнее время в лечузе и я например и еще даже не приобретала и хочу спросить вас кто имеет опыт ухлоренения или пользования лечузой посоветуйте пожалуйста как им пользоваться или как вы им пользуетесь и насколько это удобно и хорошо перчики вот эти два мне очень интересно понравилось стаканчики посмотрите какие стаканчики они наверное самодельные или купленные я не знаю никогда не сталкивалась с этим потому что рассаду я в этом году не высаживаю у нас время быстро меняется в общем интересные такие вот стаканчики я из них конечно перевалю перчики спасибо вам олечка большое если вы не против мы с вами еще будем сотрудничать ваши растения просто замечательные спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот как красиво Вера украшает Такие вкусные пасочки будут с сахаром цветным, да? Так, сейчас мы посмотрим, что мы тут покрасили, да? Да, делай мне сюрпризы Ты любишь яички, да, кушать? О, смотри, что мы тут покрасили Она покрасилась рисунком Да Интересные яички, да? Какого цвета? Этогоичные Да А еще какие есть? Есть красные А есть еще какие? Да зеленый да хорошая красивая подержи всем пока и до новых встреч на моем канале